всем привет с вами ted и сегодня важнейшая тема разведка за протоса развитка за процесса но сегодня будет базовая разведка почему то что есть базовая разведка есть разведка более специфическая есть та разведка которую вы будете использовать исходя из вашего билда из мета из матчапа и так далее есть просто базовые вещи на которые стоит смотреть и базовые вещи они основаны на динамике. Что такое динамика? Смотрите, я сейчас объясню. Очень-очень просто и понятно. У нас есть два протаса. Первый протас построил пробку, второй протас не построил пробку. Он подкопил денег и поставил пилон. Что мы получаем? Что этот протас поставит пилон, когда накопит чуть позже на него. То есть он на него накопит через 20 секунд, в тот момент, когда этот уже построится. Потом он поставит гейт. И этот поставит гейт на 20 секунд позже, потому что он позже копил. Но этот не ставит пробок. И в конце концов он закажет, например, зилка. И он побежит через всю карту, а этот протас закажет зилка тоже самое на 20 секунд позже. И в этом весь прикол, что пока этот зилот добежит вот так вот всю карту, пройдет как раз-таки 20 секунд. Там плюс-минус, то есть примерно время постройки зилка. И этот зилот выйдет. То есть их силы на вот этой точке будут равны. И в этом суть динамики. Есть у нас агрессия, есть экономика, есть халява. Есть технология, наверное. Экономика, технология. Короче, не важно. Вот. Примерная суть. Да, то есть есть такой треугольник стратегии. Тот, кто играет в агрессию, выиграет у экономики. Да, то есть, может, не технология, а можно стандарт написать. Да, это нечто среднее между всем. Этот. Или как там правильно. Короче, не столь важно. Суть в чем? Что вот эти вот все штуки, я думаю, у вас сейчас скомбинируются в голове, и вы понимаете, о чем я говорю. О том, что если он играет агрессивно, и мы зилка не построим, то он какое-то преимущество возьмет. Но если мы сделаем все то же самое, но сделаем это с лучшей экономики, чуть-чуть лучше, да, с пары пробок, то все компенсируется в Старкрафте как раз-таки передвижением по карте. Вот, поэтому самая важная и самая банальная вещь, на которую вы должны смотреть, которую сейчас мы будем рассматривать несколько реплеев, и мы будем на нее обращать внимание, это экономика. Самое первое. И от экономики вы вообще принимаете все решения, атаковать или не атаковать. То есть, если ваша экономика лучше, чем у соперника, вы должны защищаться. Вот и все. До тех пор, пока вы не поймете, что соперник, имея худшую экономику, решил защищаться. Вот так. То есть, если вы сейчас построили пробку, а он не построил пробку, то вы это узнали, например, и поняли, что если вас соперник минуту не атакует, вы идете атаковать его. Потому что тогда вы это компенсируете, вот эту всю историю. Вот, здесь мы посмотрим просто PvP. Логика, опять же, какая в PvP? Кто помнит? Там, сталкер сентри, мы кидаем скаут. Третья минута. Нету соперника рабочих, либо второй базы. Все. Стоп пробок. Начинаем строить юнитов. И так работает во всех матчапах. И во всех ситуациях. Да? То есть, нету какой-то там сверхъестественной ситуации. В любой ситуации вы играете свой билд. Самое первое. Вы играете свой план. То есть, вот здесь у нас пилон, гейт, два газа. Что потом мы едем? Смотреть фотонки. Выезжаем. Видим. Смотрите. Вот он. Фотонер. Да? Что из этого мы можем сделать? Какой вывод? То, что у фотонщика хуже. Там сейчас вся ситуация, вся экономика, технология у него отстает. И что нам нужно сделать? Нам нужно остановить производство пробок. То есть, вот это у меня последняя заказанная. Так как она уже строится, почему бы, ну, не продолжить ее строить. Вот. И... И-и-и-и-и. Сейчас. Все. И начать постройку только юнитов. То есть, здесь оставляю пробку. За это я слежу. Больше пробок мы, скорее всего, не будем строить после этой. Вот. Но самое главное. Все бусты теперь будут идти только в юнитов. Да? Сразу в Зилка. Поехали. Все. Зилок пошел драться. Пробок больше не строим. Кибернетка. Бегаем пробками, отбиваемся. И вот это самое важное. То есть, войти в режим обороны. Вас пришли убивать. Вот. Вас пришли убивать сейчас. Да? А не на пятой минуте. Вы сейчас уже должны войти в режим обороны. И... Не начать кидать буст вот в этих пробок. Да? В Зилка. Обязательно. То есть, пробок мы продолжаем строить. Только в том случае, если мы поняли, что все окей. Я вижу, что фотонок больше нету. Вижу, что все окей. Поэтому Зилок у меня есть. Я как бы продолжаю. Все. Зилком отбился. Поехали. Следующий реплей. Вот. Сейчас будет базовый скаут. Тоже в ПВЗ. Кстати, ПВТ, по-моему, нету. Смотрите потом. Матча против Терана. Как играть. Но суть. Самое главное. Я хочу, чтобы вы уловили суть вот здесь. Вот этого базового скаута. Только на динамике все основано. На билде уже не будем особо останавливаться. Пилон гейт. Едем скаутить. Первое, что мы должны проскаутить против Зерга. Наличие второй базы. Тайминг газа пула. То есть, до этого момента я все делаю стандартно. У меня нету никаких отведлечений. Вот. То есть, здесь я... А, вот. Пришел. Вижу. Смотрите. Нету хаты второй. Все. Для меня сигнал. Надо проверить, что это. Вижу газ. Вижу, что заказаны собачки. Да. То есть, по этому таймингу могут быть заказаны три собачки. Вижу второй газ. Отодвигаемся. И идем смотреть, будет ли у него еще экономика. Это здесь, что делает пробка. Что делаю я в остальное время дома? Я понимаю, что он меня сейчас идет претинговать. И отсюда я останавливаю производство пробок. Делаю гейт, пилон, кибернетка. И все будет в юнитах. То есть, пробки только чуть-чуть-чуть на сдачу. Буквально, если вы чувствуете, что все ок. Вот. То есть, вот пробка раз заказана. Это проверяет, видела дрона, видит, что здесь есть хата. Вот. И тут вы анализируете. Анализируете, пытаетесь понять, что происходит. И вот эта как раз пробка, которая спряталась, она нам сейчас дает следующую информацию. Да. То есть, самое главное, что вы должны понять, что сейчас враг своими действиями заставил вас остановиться на однобазовом развитии. Если в это время он возьмет, наделает здесь 20 дронов, а не собак, а потом поставит вторую, третью базу и четвертую, например, одновременно, то у вас будет там 22 дрона, а у него 40, но с одной базы. Да? 40 с одной базы зато. И потом бах, он ставит вторую, третью, вы только реагируете на вторую, а он себя переводит. Ну, он, короче, вырывается вперед по экономике, на халяву. То есть, если вы просто сидите, защищаетесь и там ничего не делаете. Вот, поэтому самое главное понять, что вам нужно делать дальше, защищаться или нет. Вот в этой игре я прохожу, вижу, что хаты второй нету, поднимаюсь наверх, понимаю, окей, мне все еще надо защищаться, он все еще тут чем-то занимается. Вот, поэтому в данной ситуации мы тут пытаемся отбиваться от собак, строим делков, пробок скидываем на вот эту хату. Опять же, по той причине, почему у него нету второй, точнее, у него нету второй базы. Значит, мне, в принципе, не надо здесь вот эти все пробки на добычу, я их могу спустить в атаку. То есть, если бы он добывал там уже с двух баз, если бы он вторую ставил, я бы этими пробками добывать пытался. Вот, хату эту мы тут отбиваем сталкерами-зилками, все, в принципе, нормально, безопасно. Отбились. Вот, и отсюда уже идет дилемма. Вам нужно, в принципе, разведывать, как я говорю, опять же, самая основная вещь, это именно наличие у него экономики. И для этого я сделал сентрей, буду кидать иллюзии. Пока я ставлю технологию. Смотрю, только накопил 400. И тут вот нужно в вашей разведке использовать еще, так сказать, разведку боем, понимать, что происходило. То есть, если к вам прибежала куча собак, вы понимаете, что это, во-первых, не рабочие. Да, то есть, соперник, зерк вложился в юнитов. И параллельно с этим, смотрите, что происходит. Мы этих собак поубивали, какое-то количество. То есть, мы понимаем, что мы разменялись в плюс. Наши юниты все выжили, у него очень много юнитов не выжило, проиграло. То есть, вот этих юнитов вы примерно в голове считаете, считаете, считаете. И если вы чувствуете, что вы убили больше, чем, ну, точнее, вы убили по минералам столько же, сколько стоит какой-то там, типа, Nexus, например, вы можете в него вложиться. То есть, вот мы считаем, здесь у нас было где-то 10 собак. То есть, это где-то 5 раз, ну, где-то 250-300 минералов мы отжали в плюс. И в целом, значит, лишнюю соточку мы вкладываем, как бы получаем Nexus. Плюс здесь хату убили. То есть, мы точно заработали свой Nexus. Вот если бы мы его не заработали, да, если бы он не отдавал юнитов, мы бы сейчас Nexus не ставили, а ждали бы скаут-центрёй и варпали бы дальше юнитов. То есть, мы бы кидали скаут и смотрели, что он там развивается, не развивается. Ищем проксихат и смотрим. О, вторая есть, рабов нету. То есть, понимаем, мы впереди. Что делать, когда мы чуть-чуть впереди, но мы не готовы ещё выходить в all-in? Очень всё просто. Выходить в all-in, то есть, просто бустим максимальную экономику. Делаем как можно быстрее её добиваем. И начинаем просто производить юнитов, да. Все, я думаю, помнят. Три робоколоссы. Начинаем их делать. И всё. И отсюда выходим в этот all-in. Продаллельно смотрим. Вот здесь первый апсервер, опять же, смотрит выход, смотрит экономику. На чём может быть основана ваша базовая разведка ещё? На вот этой реакции, да. То есть, вы должны, в принципе, чем-то постоянно у соперника быть и понимать, чем он занимается. Вот здесь я использовал призму с сталкерами. Дома всё вот, всё как обычно, даже нечего комментировать. Просто три робоколоссы строятся постоянно и что-то постоянно варпается. Сталкерами я скидываю сюда вот сталкеров побить немножко, покататься, да. Я отвлекаю, во-первых, его, во-вторых, я смотрю, есть ли лейр, есть ли газы. Значит, он, о, он уже газ добывает, возможно, будет мута, возможно, что-то ещё газовое будет. То есть, ему для чего-то нужен газ. Вот на это нужно смотреть. На газ, на количество рабочих. Но самое главное, вот в этой игре конкретно, то, что я знаю, что я свою экономику получил раньше, и сейчас уже, ну, ей отлично пользуюсь, да. То есть, у меня строится уже максимум юнитов, а он этого ещё не делает. В такой ситуации всё, что вам нужно делать, на самом деле, с такого преимущества, это просто сидеть и ждать, пока соперник придёт и умрёт от вас. Вот. Но если он не соберётся приходить и погибать, так сказать, если он соберётся выходить в экономику, что мы сейчас увидим скоро, то есть я пошёл проверить прокси-базы, такой вот пролётик был, параллельно с этим я просто строю, 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 заметьте, да. Вот. В конце концов, вы всё равно выходите, и вот соперник только, он решил выйти, как бы, в этот алл-ин, мы к нему, ой, в алл-ин, в экономику, мы к нему приходим. То есть, ваша задача, в принципе, копиться, 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 если вы уже были впереди в этой игре, и в момент, когда соперник собирается выйти вперёд по экономике, приходите его убивать. Естественно, эти колоссы просто крушат там всё, что происходит. Пошли к следующий реплей. Ещё одно ПВЗ. Очередное. Очередной 12-й пул. Реакция, да. Видим 12-й пул, не видим газов, спускаемся. Сразу ставим гейт кибернет капилон. Будем защищаться зелками, сверху пробочками аккуратно подпиливать эту хату. И начинаем смотреть, сколько он вкладывается, да. Вот он тут навкладывался в собак, потерял, ну, убил гейт. Ладно, ничего страшного. Вот. Как я и говорил, собак натерял, можно ставить Nexus. Если бы не терял, тогда мы ставим технологию изначально. Вот. Здесь всё спокойно, тихо, аккуратно. Но я собираюсь его не олынить, играть с ним в макро, да, так сказать. Открываю Stargate. Как я говорю, неважно в целом какая технология. Главное, самое главное, понимать, какая экономика у соперника. Вот моя пробка, она выжила. Она идёт проверять, есть ли у него база. Нету базы. Всё. Если у соперника нету базы. А у вас есть. Если вы знаете, что вы даже по юнитам уже впереди, потому что, ну, вы поубивали. Всё, что нужно делать, просто копиться. Вот и всё. То есть, включайте режим, да, если у соперника хуже экономика, у вас режим защиты. Вы можете его катастрофически включить полностью, вот, остановить пробок. Вы можете его включить полупассивно, да. То есть, я буду строить пробок по чуть-чуть, но бустить Stargate. Буду бустить юнитов Stargate, буду варпать по чуть-чуть. Вот, я видел, получается, что там делается лейр. Для чего он делается, пока непонятно. Но мне и не важно. Главное, варпать юнитов, продолжать делать грелки. Заметьте, все бусты кидаю в юнитов. Пробок строю медленно, да. То есть, таким образом, я по чуть-чуть аккуратно продолжаю наращивать своё преимущество. Раскачал две базы. И вот это вот супер важно понимать, как я говорил. Понимаете, если у соперника нету базы экономической, да. То есть, если даже здесь стоит база, это ничего не значит для зерга. Но, если здесь есть база и тут рабочие, вот это самое главное. Вы должны понимать, что, в принципе, если у него одновременно с вами примерно это всё происходит, база с рабочими, можете пытаться выйти вперёд по экономике. То есть, поставить третью. Если же соперник изначально отстаёт от вас по экономике, что бы он ни делал. Просто сидите и копитесь, вы же уже впереди. Вам ничего делать не надо. Вот. Показываю камеру от своего лица. Летаю здесь, вижу, что тут Нидос, будут грибы, будут. Но мне в целом не важно. Я просто продолжаю, да, делать грелок. Продолжаю делать юнитов с гейтов, продолжаю делать каких-то юнитов из роба, вот, из гейтов. И просто варпы, 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 варпы. Вот. Повсюду вокруг себя расставил грелок. Сижу, периодически буду прокидывать скауты, да. То есть, для чего я только кидаю скаут? Я жду, я жду, когда же он кинет вторую, третью базу. Базы стоят дорого, они дают малый импакт, как бы. И ему надо насытить их рабами. То есть, это идеальный момент для атаки. Подождать, пока соперник займёт базу. Пока соперник не занимает базу, можно сидеть вот дома и ничего не делать. Вот так вот летать грелками, просто не пускать оверлордов. И всё. Я не стремлюсь ни в третью базу, не стремлюсь ни в атаку. Мне не надо никуда выходить. То есть, я сейчас в режиме, что мне нужно просто защищаться. Вот. Вот он пришёл в атаку, вот он накидал что-то на нас. И всё, и сдался, да. Понимаете, что мне не пришлось даже выходить в атаку. Всё очень просто. Вот это, в принципе, базовая разведка затоса. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Напоминаю, что эта серия – это часть обучающей программы «Из 10 шагов». Вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист, либо перейти на следующую серию. С вами был Дед.